Дамы и господа, я весьма признателен всем вам за то, что вы дали мне 15 минут для того, чтобы поделиться 44-летним опытом работы в разных странах мира в качестве консультанта и спикера. Господин Медведев говорил уже о доверии. Я сегодня утром тоже говорил о доверии на завтраке Сбербанка. Позвольте мне резюмировать все то, что я сказал там, прежде чем я отвечу на вопрос, который был передо мной поставлен. Резюмирую то, что я сказал утром. Если вы изучаете инженерные технические науки, многие из вас, я думаю, получили именно такое образование. Вы знаете, что машина должна быть сконструирована таким образом, чтобы давать максимальное давление при минимальном трении. Если в машине слишком много трения, то приходится часто ее ремонтировать, нужны запчасти, машина ломается, машина не работает должным образом. Что это означает? Это означает, что успех любой системы, будь то человек, или семья, бизнес или страна, одинаково для всех. Скажите мне, сколько у вас бывает внутренних противоречий, неверных действий внутри системы, внутренних драк, коррупции, проявлений недоверия и неуважения друг к другу. Вот если этого у вас много, то это система, которая не работает или работает не так хорошо, как могла бы. В личной жизни, в голове очень, если у вас много шумов, если нет уважения к себе, если нет уважения и доверия к себе, то у вас может быть даже очень много денег, но жизнь ваша не будет хорошей. В семье то же самое, если у вас нет уважения и доверия в семье, то дети съезжают с катушек. Если в бизнесе этого нет, то же самое, потому что у нас одно лицо и у нас одна спина. И мы можем говорить с рынком и с покупателем, если мы можем повернуться к нему спиной и знать, что нас не ударят спиной. Если же вы испуганы, то вы боитесь повернуться спиной к клиенту, потому что вы опасаетесь, что получите удар в спину. Так вот, уважение и доверие. Я хочу только возразить немножко премьер-министру. Не единомышленников, совсем не обязательно единомышленников. Посмотрите на мою руку. Пальцы этой руки. Разные пальцы. Представьте себе, если бы все пальцы были совершенно одинаковыми, не было бы руки. Что нам нужно? Нам нужно объединить эти различия. Объединить их, а не разъединить. Различия, но соединенные различия воедино. Вот ключ. Вот это резюме того, что я говорил сегодня утром. А теперь хочу ответить на вопрос. После двух лет работы в России, я благодарен Грефу за то, что он пригласил меня поработать в Сбербанке, потому что я считаю, что помогая Сбербанку, я могу помочь России. Так вот, после двух лет работы в России. Что, на мой взгляд, какие выводы я сделал? Что происходит? Два момента хочу вам рассказать из своего опыта. Я не буду тут рассказывать о каких-то научных исследованиях и так далее. Я читал лекции в Академии при президенте Российской Федерации, где ректором является господин Мао. У меня была сотня высокопоставленных руководителей. Я не пользовался презентацией в Пауэрпойнте. Я использовал прозрачные слайды, писал на эпидиоскопе, и на экране выводилось то, что я писал. К сожалению, эпидиоскоп поставили слишком высоко, и ненамеренно я сдвинул его вправо. Точнее, слайд я повернул на 90 градусов, и вся аудитория смотрела на эти слайды, повернув голову на бок. Я читал лекции, потом только обернулся к экрану и увидел, что происходит. Ну, почему никто не сказал, никто не поднял руку? Профессор, у вас неправильно поставлены эпидиоскоп или положены слайды? В Соединенных Штатах мне обязательно бы указали, профессор Адизис, все не так. В Израиле бы мне через 30 секунд записали, идиот, что ты там с такой натворил? В России полное молчание. Ни слова. Я работаю с компаниями, и замечаю опять кое-что. Когда руководитель компании, я не говорю президент, но любой руководитель, любой менеджер, когда проходит совещание, и входит этот руководитель, что происходит? Все замолкают, никто не говорит. И каков мой вывод? В этой культуре слишком много страха. Речь не о том, чтобы не подчиняться властям. Нет, речь идет о страхе. Люди боятся говорить. Боятся вступить в конфронтацию с властью. И я еще раз расскажу о своем опыте, и если я немножко увлекусь, прошу простить меня, я говорю от сердца. Я работал в Хьюстоне, в одной инженерно-технической компании. В круг сидело 30 человек и обсуждало проблемы этой компании. И каждый рассказывал о тех проблемах, которые он видел. И президент компании их слушал, но в какой-то момент кто-то начал плакать. Простите, что такое? Почему вы плачете? Это был русский инженер. Я переехал в Америку. И именно поэтому я плачу. Я ради этого в Америку приехал. Я не думаю, что у вас есть недостаток талантов. Огромное количество школ, программы MBA. Они тут растут как грибы после дождя. Вам не нужно новых талантливых людей. У вас и так хорошие люди. Меня очень впечатлили российские деловые люди. Они интеллигентные, умные, хорошо образованные, очень хитрые. Они ведут себя адекватно. Но проблема в том... Я повторю анекдот, который я рассказал сегодня утром. Одного человека отказал мозг, и он пошел в магазин купить новый мозг к себе. Ему сказали, вот это мозг одного нейрохирурга стоит полторы тысячи долларов. Вот это мозг лауреат Нобелевской премии 500 тысяч долларов. А это мозг одного русского. Михаила Строповича стоит миллион долларов. Почему? Да потому что он совсем новенький, его ни разу не использовали. У вас есть таланты, но вы ими не пользуетесь. У вас нет культуры. Которая позволила бы людям внести тот вклад, который они могут внести. Посмотрите, что происходит с российской эмиграцией в Израиль. Целый взрыв. А почему нет этого взрыва здесь? Я вам дам один совет для начала. Дам один совет для начала, и затем перейду к другой теме. В медицине бывает, что врач говорит вам, прислушайтесь к своему организму, к своему телу. И я думаю, русская управленческая культура состоит в том, что голова отделена от тела, и мы не слушаем тело. Не прислушиваемся к нему. Могу я дать совет высокопоставленным руководителям, которые здесь сидят? Слушайте свое тело. Чем выше вы поднимаетесь по иерархии, тем меньше должен быть у вас рот, и больше должны быть ваши уши. К сожалению, мой опыт говорит о противоположном. Большой рот, маленькие уши. В этом проблема. И что надо делать России? У меня есть идея, которую я хочу с вами поделиться. И на самом деле именно поэтому я сюда приехал. Я считаю, что не только коммунизм и социализм обанкротились. Я считаю, что перед нашими глазами сейчас происходит банкротство капитализма. Он больше не работает. Ищут решений. Может быть, государственный капитализм, государственные интервенции. Нет, лучше меньше государственного вмешательства. А на самом деле никто ничего не знает. Невидимая рок-рынка уже не работает. Мир становится слишком сложен. И мир ищет какого-то третьего пути. И я считаю, что у России есть для этого потенциал. Потому что вы освободились от коммунистической системы. Но только не надо выплескивать ребенка вместе с грязной водой. В коммунизме тоже были хорошие вещи. Были великолепные цели. Плохо реализовывались они. Но цели были высоки. А если вы берете лучшее от капитализма, не копируйте Америку. Возьмите только лучшее. И вот эта большая, прекрасная русская душа, ведь она у вас есть. Внесла столько всего в мировое наследие. Пушкин, Толстой. И мне лично. Так пригодились две книги, которые сделали меня тем, кто я есть. Книгу я прочел в 10-летнем возрасте. Это книга Гайдара, Тимура и его команда. А сегодня книга, которую я знаю до сих пор, которую я знаю наизусть. Это книга Макаренко, педагогическая поэма. Это две книги, которые сделали меня тем, кто я есть. У России есть душа. Возьмите лучшее там и тут и создайте свое. Большое спасибо. Спасибо большое за ваш совет. Именно это я и хотел услышать, когда мы говорим о том, что в России огромные ресурсы и анекдот про неиспользованный мозг как раз сложится в это русло. Я думаю, вы затронули очень важный культурный вопрос. Это культура страха. Это доминация, игнорирование обратной связи. Это связано и с психологией. Говорят, что те, кто строит иерархическую структуру, и хотят, чтобы их боялись, это люди, которые слабы и не уверены в себе. Именно отсюда проистекает культура страха. Они боятся обратной связи. И в этом смысле, когда мы сталкиваемся с культурой страха, мы должны ее интерпретировать как отсутствие уверенности и комплекс неполноценности поверх всего. Как вы думаете, это текущий вопрос, а не только наследие коммунистических времен? На своем опыте я убедился, что меньше надо задавать вопросы «почему?» и больше задавать вопросы «что и как?». Я не знаю, почему вы ведете себя так, как ведете. Не знаю, и мне на самом деле все равно. Нет ответа на вопрос «почему?». Маленький ребенок может победить лауреата Нобелевской премии, если он три раза задаст ему вопрос «почему?». Тот ему ответит еще раз «почему?». Тот отвечает. А в третий раз на вопрос «почему?» Нобелевский лауреат скажет «я не знаю». Нет ответов на вопрос «почему?». Оставьте вопрос «почему» в покое теоретикам. Что вам надо делать? Давайте я вам расскажу о том, что я думаю. И неправда, что существует какое-то настоящее время. В английском языке есть настоящее продолженное. Нет настоящее времени, это какая-то доля секунды между прошлым и будущим. Для некоторых настоящее – это продолжение прошлого, а для других настоящее – это начало будущего. Смотрите через ветровое стекло, не смотрите в зеркало заднего вида. Пора двигаться вперед.